Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру И мы поговорим сейчас о 40-й главе книги пророка Эзекииля. С 40-й главы начинается, собственно, заключительная часть книги. Довольно резко отделенная от всех предыдущих глав. Именно это заключение книги, в которой вообще разговор происходит совсем не так, как в предыдущих 39 главах. Собственно, это ведение будущего восстановления Иерусалима и будущего восстановления народа Божьего. 12 колен Израилевых. И начинается 40-я глава со свидетельства пророка о том, что в 25-м году, после разрушения Иерусалима, было дано ему некоторое новое видение. Новое видение, где ангел Божий, вестник, берет Эзекииля и приводит его в землю Израилю, поставляет на весьма высокой горе, с которой, как с высоты птичьего полета, ему открывается взгляд на Иерусалим и будущий Иерусалимский храм. Ну, потому что на месте бывшего, прежнего Иерусалимского храма в это время находятся развалины. Вот, собственно, следующие несколько глав, довольно тяжелые, утомительные, я бы сказал, для прочтения, содержит рассказ о том, как этот самый вестник Божий, имевший в своей руке рулетку и трость, ну, такую длинную палку с делениями, которые использовались для строительных разных измерений, вот они видят будущий Иерусалимский храм, и долго происходят измерения при помощи трости, и, соответственно, Эзекииль записывает результаты этих измерений, подробности архитектуры, устройства, храма, храмового двора, пространство вокруг него, сколько локтей занимают те или иные помещения, не будущего храма, именно будущего, потому что реально ничего нету, реально там господствуют, ну, формально, конечно, вавилоняне, а фактически вавилонские наместники, то ли из местных, то ли из соседних враждебных Израилю народов, короче говоря, никаких политических обстоятельств, которые позволили бы задуматься о том, что вот когда-то через какое-то обозримое время народ Божий сможет быть свободен и восстановить храм. Нет, никаких обстоятельств тому способствующих нету. Это именно пророческое видение, и, собственно говоря, по большому счету, суть того, что видит Эзекииль, сводится буквально к двум-трем вещам, которые по-настоящему важны, а все остальное, в сущности, это такие билетристические детали. Ну и, конечно, самое важное, самое главное, что не может не бросаться в глаза, это то, что Эзекиилю показывают новый будущий храм, новый храм, где снова будет почитаться Господь Бог Израилев, где будут приноситься жертвы, новый храм, который будет центром, собственно, жизни всего Израиля. Понимаете, поскольку, ну, практически вся книга Эзекииля говорила о том, что гнев Божий обрушился на Иерусалим и храм за кровопролитие преступления и, самое главное, идолопоклонство народа Божьего, и, соответственно, разрушение, гибель храма стали невозвратимой потерей именно вследствие предательства Завета, потому что это вызвало гнев Божий. Теперь оказывается, что храм будет восстановлен, будет время, когда снова, снова Бог будет пребывать посреди народа, когда милость Божья вернется. Собственно говоря, из этого, вероятно, должно следовать и изменение отношения Израиля к Богу, и, собственно, помилование и возрождение, восстановление. Надо сказать, что, насколько можно судить, для пленного Израиля, то есть для тех израильтян, иудеев, главным образом, которые были угнаны в Вавилон и представляли собой довольно сложный социум с разными группами людей, разными призваниями, по-разному устраивавшиеся, для них горечь утраты была очевидна после разрушения Иерусалима, а вот перспектива восстановления не так уж была очевидна. Насколько мы можем судить, да и по той же книге пророка Изякиля тоже, и не только по нему, нередко появлялись такие взгляды, когда люди говорили, ну вот все, теперь у нас не вышло, жить в завете с Богом, мы все профукали, будем теперь, как все остальные народы, или даже больше того, ассимилируемся среди остальных народов. Через того же Изякиля Господь довольно гневно отзывается о подобного рода взглядах, но они имели право на существование, все, национальная культура, национальное достояние, центр национальной жизни и политической власти, все исчезло, ничего нет. И хотя Господь и говорит, я сам буду для них некоторым святилищем в изгнании, тем не менее, ну да, естественно, было подумать, что оставим прошлое в прошлом. Для тех же, кто, собственно, оставался на земле Израиля, представляющий собой и в этническом, тем более в культурном отношении довольно такой разношерстный сброд, вообще эта идея, что и израильтяне, и иудеи вернутся и восстановят здесь вот что-то, что здесь когда-то было, эта идея тоже была, в общем, довольно чуждой, чуждой, если вообще из оставшихся на родине кто-то давал себе труд задумываться о таких вещах. Поэтому, еще раз повторю, для заключительных глав Изекииля центральной является идея помилования, идея того, что Бог не собирается отказываться от избранного народа, что когда Бог этот народ призвал, создал его, в общем, из ничего, вытащил, как пастух вытаскивает голень и часть уха из пасти льва, из рук египтен, когда Господь захотел исполнить вот такой замысел об избранном народе, которому будет дано помилование, и которому будет дано увидеть мессию Христа. Вот Бог не отказался от этого замысла. Как бы ни был вероломен Израиль, как бы ни были чудовищны предательства, идлопоклонства Израиля в целом, его властей, его священнослужителей и так далее, Бог не отказывается от самой этой идеи. Это, мне кажется, само по себе довольно важно и, в общем, поучительно, поучительно, потому что, понимаете, спасение, которое Бог дает Израилю, а через Израиль и всему миру, определяется не тем, насколько хороши мы, так сказать, потребители и объекты этого спасения, или насколько хорош Израиль, через который это происходит, определяется только сердцем Бога, тем, что Бог верен своему завету и никогда от него не отступает. Вот, собственно, это основная идея, которая выражена в сороковой, трех примерно последующих главах, о том, что храм будет восстановлен. Теперь, конечно, не то, чтобы поражают воображение, но производят сильное впечатление вот эти вот бесконечные подробности. Здесь намерено столько-то локтей, здесь столько-то, столько-то, столько-то сложное архитектурное сооружение, которое не уложишь в один чертеж, и, тем не менее, вот приводится много-много-много цифр. Здесь пять локтей, здесь тоже пять локтей, здесь десять, здесь тоже десять, с севера, с юга, с востока и запада. Множество разных, так сказать, видов этого будущего храма. И насколько можно судить, по-настоящему важными оказываются не столько даже эти цифры, а в конце концов построен был второй храм, и потом реконструирован был Иродом, он не вполне ориентируясь на эти цифры. К тому же эти цифры, как кажется, не очень соотносятся с местностью, в которой, собственно, Иерусалимский храм стоял. Но, знаете, тут важны не столько цифры сами по себе, сколько некоторая определенность. Одно дело, когда вы описываете некое сооружение и говорите, ну, там оно было большое, или я видел, что оно большое, поперек себя шире, и у него там много этажей, и там вот, ну, можно художественно описать разнообразные архитектурные сооружения, тоже достаточно пространно. Но ангел, который открывает видение Езекииля и сам пророк, идут вообще другим путем точного определения цифр. Понимаете, есть ли перед глазами некое Марьева, видение, которое то ли будет, то ли нет, это одно, но своей точностью и обилием цифр, обилием именно цифр, измеренных тростью измерителя, пророк говорит об совершеннейшей определенности того, что будет, того, что замыслил Бог. Совершеннейшей определенности, вот оно будет, это сооружение, и он видит его настолько четко, что может взять и измерить, померить рулеткой, прямо вот до сантиметра, прямо до долей единицы длины, основной единицей, там, конечно, был локоть. Вот, и, собственно, вот это, вероятно, и должно было оставить наиболее сильное впечатление в сердце самого пророка и, конечно, у его читателей. Теперь еще также несколько, может быть, деталей, которые здесь обращают на себя внимание. Ну, действительно, совсем деталей, которые не меняют основной сути. Во-первых, когда муж, которого видит Иезекииль с льняной вергией и тростью измерения, обращается к Иезекиилю, он говорит, сын человеческий, он говорит, сын человеческий по отношению к пророку. Понимаете, мы все люди Нового Завета, и поэтому для нас сын человеческий, в общем, зарезервированное наименование, как слово Господь, доминус, было зарезервировано за римским императором, так сын человеческий в нашем сознании зарезервировано за Господом нашим Иисусом Христом. Ну, и обычно, читая в Новом Завете это, мы обращаем внимание на книгу пророка Даниила, где вот некий подобный сын человеческого является Даниилов в видениях. Но судя по тому, как обращаются вестники Господня к Иезекиилю, например, да в общем и к другим пророкам, сын человеческий довольно простое обращение, по крайней мере, в пророческую эпоху, в эпоху плена и после плена. И, может быть, знаете, иногда полезно, прочитывая Новозаветные тексты, прочитать эти слова сын человеческий с маленькой буквы или вообще просто этот человек прочитать, да. по крайней мере, никакого такого мессианского пиетета мы не видим в отношении этого выражения, в частности, в книге пророка Иезекииля. Поэтому, ну вот, можем подумать о том, что, может быть, и в Новый Совет мы этот пиетет вчитываем. теперь и так к Иезекиилю этот вестник обращается, говорит, сын человеческий, смотри глазами твоими, слушай ушами твоими и прилагай сердце твое ко всему, что ты, что я буду тебе показывать. Вот это выражение прилагай сердце твое ко всему, что я буду тебе показывать, ну, тоже довольно поучительное, потому что, ну, мы можем читать тексты, получать информацию, слушать или смотреть, может, даже и вполне внимательно, но не включая сердце. Ну, потому что какие-то вещи не вызывают у нас эмоциональных реакций. Ну, мало у кого вызывают эмоциональные реакции какие-нибудь там события в неживой природе, понимаете, но вестник говорит Эзекиилю, прилагай сердце твое. Вот это оказывается некоторая тоже задача для человека, чтобы откликнуться сердцем или вдуматься, попросту говоря, наверное, вдуматься сердцем в то, что открывается этому человеку. Ну, и, наконец, еще множество деталей. Здесь, в 40-й главе, эти детали главным образом касаются внешнего и внутреннего двора храма, помещений для священников и того, как устроены эти все помещения, где притворы, при вратах внутреннего двора, помещений для священников и так далее. Ну, в общем, впечатление такое, что нарисованная Езекиилем намеренная тростью измерителя гораздо обширнее, чем то, что имело место в Соломоновом храме. речь на самом деле, похоже, идет не просто о восстановлении, а о чем-то гораздо более масштабном. По крайней мере, понимаете, с момента захвата Иерусалима прошло четверть века, с момента разрушения храма прошло там меньше 15 лет, как пишет Езекиилем в самом начале этой главы. Люди помнят, что из себя представлял храм. И да, вероятно, в Соломоновом храме были помещения для священников, наверное, немного. Были какие-то складские помещения, мы знаем, что внутри скиния, жертвенник, святое, 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 все это было. И, вероятно, в общем-то, мы можем по внешнему виду современных Соломонову храму, святилищ ближневосточных приблизительно представить себе, как это могло выглядеть, потому что, как правило, архитектурная концепция при строительстве храмов Ближнего Востока Соломоновой эпохи была более или менее одинаковая у всех. Ну, вот такое было небольшое сооружение, обычно с двором, там, внутри помещения и в глубине еще большее помещение. Снаружи архитектурно, ну, я бы сказал, больше всего напоминавшее станцию метро Динамо в Москве, если на нее смотреть издалека и без очков. И так небольшим был Соломонов храм, при том, что функции, конечно, он исполнял, но свои и вокруг как-то была обустроена жизнь и все те задачи, которые должны были решаться в связи с храмом, но все-таки это не было таким грандиозным сооружением, каким мы видим храм, предстающий Езекиилю в его видение. Но, повторяю, здесь в 40-й главе собственно только начинается разговор об этом. не сомневая, видение, нюх,